Теплосети теперь можно будет ремонтировать, не отключая горячую воду. В Москве начали использовать новые методы диагностики на теплотрассах. Порой они не отличаются от медицинского обследования. В современных технологиях разбиралась моя коллега Марина Фординова. Без горячей воды с тазиками и ковшами каждое лето москвичам приходится проводить 10 дней. Корень пла кроется здесь. Это испорченная коррозией труба над устранением неполадок. Сейчас работают на 6-й парковой улице. Но прежде чем начать ремонтные работы, требующие замены участок, необходимо обнаружить. Для этого на место раньше рабочих приезжает бригада диагностики Виктора Иванникова. Его специалисты определяют состояние трубопровода и объем ремонта. Затем появляется котлован. Ты туда спускайся, потом ты, Макс, сюда. Да, я тебе это все передам. Этот аппарат своего рода УЗИ для трубы. Именно с помощью ультразвука ищут протечки и потенциально опасные места. Метод новый и, как показывает практика, действенный. Трубы с его помощью можно проверить на десятки метров вглубь. Займется диагностика не более часа. И результат сразу же появится на мониторе. Мы смогли просканировать эту трубу где-то приблизительно метров на 15. И на этих 15 метрах очень много дефектов. Вердикт неутешительный. Ремонт придется продолжить. Пока сваривают швы на новой трубе, рабочие уже думают, как подступиться к другому участку. Но жильцы могут не беспокоиться. Горячая вода в их кранах появится в срок. Через 5 дней. Так же самая диагностика, которая в текущем режиме позволяет смотреть, в каком состоянии находятся трубопроводы. Плюс развитие всех методов, которые нам позволят со стопроцентной долей выявлять все слабые места. Конечно, и в результате мы уйдем от разрушающих методов контроля и уйдем вообще от отключений. Уже этим летом в нескольких районах столицы горячую воду отключили на 5-7 дней. Других всего на 3. А почти с полутора тысяч домов она не отключалась вообще. Сегодня в 60% домов Москвы горячая вода после испытаний уже вернулась. Марина Фардинова, Ольга Кирсанова, Кирилл Болдырев, Москва-24.